Сила с нами! Связь между анаболическими стероидами и профессиональным бодибилдингом прочна и неоспорима, несмотря на свою порочность. Никому не придет в голову сомневаться в том, что современные кочки по брови заряжены анаболиками, и именно поэтому они выглядят так, как они выглядят. Однако, когда, как, где и почему это началось? Вот в чем вопрос. Потому что мы знаем по атлетам золотой эры, самым ярким представителем которой является Арнольд Шварценеггер, чувак, который полностью перевернул спорт и сделал его таким популярным, и сделал его таким, в таком виде, в каком мы его знаем сейчас. Так вот, эти чуваки, включая Арнольда Шварценеггера, неоднократно сами признавались, что использовали анаболические стероиды. Зачем они так глупо шкварились? Ну, потому что в те времена это не было так зашкварно, как сейчас. Тогда еще никто не понимал, что это за препараты, насколько они важны, а это не регулировалось законодательством, за это не сажали. Поэтому, когда их спрашивали, мол, использовали ли вы или не использовали, они говорили, ну, я может там, вот Арнольд говорил как, я там типа экспериментировал. А в другом интервью я видел, он говорит, ну, вы знаете, это там 5% результативности, типа 95% это вот моя упертость, моя консистенция, моя преданность делу, а вот все остальное это там, может быть, 5% не больше. Почему так говорят кочки? Потому что ЧСВ у кочек, я как главный кочка знаю, что ЧСВ очень завыжено. И, собственно, как говорил покойный Майк Менсер, что такое, его спрашивают, типа, зачем ты качаешься, зачем тебе такое тело? Он говорит, потому что мое тело, это как Феррари, все хотят иметь такое, но мало у кого получается. То есть, накачанное мускулистое тело, это чистый статусный маркер. Кто-то ездит на Феррари, а у кого-то мускулистое, красивое тело, и это поднимает статус относительно других простых смертных. И это одна из причин, почему многие ребята начинают качать железо, идут в тренажерный зал. Я не говорю про всех, для того, чтобы у тебя сильно не бомбило. Ну, на самом деле, очень многих, если у него большинство. Так вот, когда такому кочке говорят, дело не в том, что ты консистенси, дело в том, что ты на химии сидишь, это, конечно, понижает статус. Это все равно, что сказать. Дело не в том, что ты такой упертый, старательный и делал так, как не делали другие. Дело в том, что другие просто умнее, чем ты, они не используют анаболические стероиды, а ты вот такой вот сумасшедший, ты используешь анаболические стероиды. Что это такое? Это пессимизация, это понижение статуса. То есть, человек идет в тренажерный зал, чтобы накачать битюльку, чтобы у него венка выглядела красиво, и чтобы все восхищались, какой он классный. Ему говорят, нет, ты не классный, ты просто на химле. Бомбит. Неприятно. Поэтому, что делают современные кочки? Они говорят, я просто много спортпита ем. Я ем большое количество калорий. Химия? Нет, химия не мое. Потому что, если он скажет, это мое, во-первых, он понизит свой статус, достижение как бы обесценится. Во-вторых, в каких-то странах, типа Австралии, его могут привлечь к уголовной ответственности. Там даже использование наказуемо. Ну и в-третьих, что-то было в-третьих, ну я забыл. В общем, дело такое, дело пахнет керосином, поэтому чуваки говорят, нет, я типа, никакие стру. А, контракт, в-третьих, контракт он не получит. То есть, там же экономика как работала? Типа, кочка качается, откуда деньги? Он заключает контракт с какой-то фирмой по производству спортпита. И рекламирует эту фирму. Везде рассказывает, как он там, вот только на этих вот протеинах. Соответственно, если он будет говорить, что он использует фармакологию, то фирма не будет заключать с ним контракт. Потому что все скажут, ну типа, он же признался, что он на фарме, а не на спортпите. И, соответственно, кочке придется пойти, что? Работать на завод. А на завод никто не хочет идти работать, поэтому всем рассказывают сказки про протеины. Возвращаемся. Итак, у нас есть три эпохи бодибилдинга. Это серебряная, бронзовая и золотая. Бронзовая – это конец 19-го, начало 20-го. Это Евгений Сандов, это Гакеншмидт. Серебряная эпоха – это война и время после войны. 40-е, 50-е. Это Стив Ривз, это Джон Гримек. И потом у нас начинаются 60-е, 70-е. Золотая эпоха бодибилдинга, которая навечно связана с Арнольдом Шварценеггером. Именно он сделал бодибилдинг таким популярным, каким он является сейчас. Так вот, есть интересный факт. Мы знаем, что первый анаболический эстероид появился в 1958 году. Именно поэтому я разместил эту дату на обложке этого видео. Что это был за препарат? Ну, вы, наверное, уже догадались. Самый популярный препарат, с которого начинается погружение в профессиональный бодибилдинг очень многих ребят. Это Дианабол. Он же метан, он же метандрациналон, он же меташка. Самый главный препарат, самый популярный препарат. Так вот, он появился только в 1958 году. Раньше не было анаболических эстероидов. Это первый анаболический эстероид. Так что же это значит? Неужели все атлеты, которые были до 1958 года, а там были серьезные ребята. Вот смотрите, серебряная эпоха. Смотрите, как ребята выглядели. Стив Ривз был очень мощный парень. Очень мощный парень. Так что неужели они все в натуражку? Неужели они там вот нигде, никак, ничего? 20 лет назад я бы сказал да, потому что не существовало анаболических эстероидов до 1958 года. Но недавно я провел исследование и готов вас огорчить. К сожалению, они использовали, потому что тогда существовали другие препараты, в которых не было такая мощная анаболическая составляющая, как в метане. Но это были препараты на основе тестостерона. В частности, инъекционный тестостерон существует с 1935 года, а оральные версии тестостерона существуют с 1936 года. Но давайте обо всем по порядку. Вообще, что такое анаболические эстероиды? Если не вдаваться глубоко, то это модифицированный тестостерон, главный мужской половой гормон. Дело в том, что тестостерон в том виде, в каком он у нас производится в семейниках, он очень ограничен. Во-первых, он быстро метаболизируется. То есть, если тестостерон в чистом виде вколоть в вашу систему, то он очень быстро распадется и перестанет работать. А во-вторых, у этого тестостерона очень сильная андрогенная составляющая и очень слабая анаболическая составляющая. Андрогенная составляющая – это то, что делает вас более агрессивным, более напористым. Формирует органы, вторичные половые признаки, половые органы, волосяной покров. Ну вот, все вот эти вот истории. Анаболическая составляющая – это рост мышечных клеток. Это синтез белка. Естественно, для спорта большее значение имеет анаболическая составляющая, а она в тестостероне, скажем так, не очень. То есть, тестостерон во многом – это такой сильный андроген. Поэтому тестостерон видомодифицировали и создали группу препаратов, в которых снижена андрогенная составляющая и повышена анаболическая составляющая. И группа этих препаратов называется андрогенно-анаболические стероиды. И чаще всего, когда говорят анаболические стероиды, имеют в виду именно вот эти вот модификации. Никто там не вникает глубоко про связь между андрогеном и анаболическим. То есть, анаболический – это значит модифицированный мужской половой гормон тестостерон, в котором снижена андрогенная составляющая и повышена анаболическая, ответственная за синтез белка. Мы знаем, что всю историю человечества люди очень внимательно следили, понимали, что в мужском организме есть какой-то мужской половой гормон, который делает мужчин мужчинами, которые ответственны за мышцы, которые ответственны за напористое поведение, за такую духовитость. Почему люди это понимали? Потому что наблюдали за теми, у кого есть этот гормон, и за теми, у кого нет этого гормона. Дело в том, что на протяжении всей истории существования человечества существовали кастраты. Как правило, они становились кастратами не по своей собственной воле, а потому что, например, процветало рабство. Известный путь из Варяги в Греки. Есть куча наивных дурачков, которые верят, что мы торговали с Византией и Ближним Востоком чем? Пушниной. В Африке и на Ближнем Востоке пушнина при 40 градусах это то, что там им больше всего нужно. Хотя, если мы откроем всякие повести временных лет, там четко написано, кто торговал и четко написано чем. Там написано челядь. Что такое челядь? Рабство. Рабство. Рабами торговали. Так вот, мы знаем, что самый большой спрос в Византии тысячу лет назад был именно на кастрированных рабов. Они стоили в несколько раз дороже, чем обычные. Почему? Ну, пофантазируйте. Там есть много разных причин. Ну, например, такой раб, его можно оставлять с женской частью своей семьи. Можно оставлять с женой, можно оставлять с дочерьми и так далее, не опасаясь. И они более покладистые, более спокойные, они более женоподобные. То есть, человек с повышенным уровнем тестостерона, не кастрированный, обычный мужчина, он более агрессивный. А если он в детстве был кастрирован, то он такой более жирненький, в нем меньше мышц, он такой более спокойный. Ну, и, соответственно, он ничего не сделает с вашей женой, если что. Поэтому спрос на таких рабов был существенно выше, чем на обычных. Ну, и это, ну, скажем так, поганая история. Поганая история, я не хочу сейчас туда погружаться. Смысл в том, что за этими людьми наблюдали и заметили, что... Ну, на основании этого сделали вывод, что мужской главный гормон, он вырабатывается в семенниках. Соответственно, если у человека их нет, то у него нет мужского полового гормона, его поведение меняется. И если вы хотите, чтобы у вас было больше духовитость, больше росли мышцы, чтобы вы были более здоровыми, то надо бы, как бы, этого гормона, чтобы было побольше. И многие люди на этом зарабатывали деньги. Один из самых известных – это господин Брон Сикар. В 1889 году он вышел на рынок и начал предлагать выжимку из семенников морских свинок и собак. Ну, типа, берутся яички вот этих вот несчастных животных. Делается свежая из них выжимка. И, типа, это колется подкожно и продается как, типа, способ получить вот тот самый эликсир мужественности через вот этот вот главный мужской половой гормон. Вот этот вот парень в США активно рекламировал. Был таким endorsement, да, говоря современным языком. То есть был промоутером вот этих вот препаратов. И, конечно, ничего из этого не работало. Это был стопроцентный эффект плацебо. Почему? Потому что такого плана препараты, они технически не могли работать. Мы же знаем, что тестостерон, он очень быстро распадается в системе, во-первых. Потому что то, что у вас производится в яичках, оно не хранится там. То есть оно производится, но не хранится. То есть тестостерон очень плохо приспособлен для длительного хранения. Если вы его будете вот так вот в чистом виде колоть, он будет очень быстро распадаться, разрушаться. Это первая причина. Вторая причина, что если его, если тестостерон, такой тестостерон попадает в вашу систему, он очень быстро деактивируется печенью. И, соответственно, все эти препараты, даже если там были какие-то микроскопические дозы тестостерона, допустим, они очень быстро распадались и уничтожались организмом. Соответственно, все это было эффект плацебо. Это чисто ребята зарабатывали деньги, да, то есть ничего это не работало. Когда же появились рабочие препараты? В 30-х годах был придуман фактически и синтезирован тестостерон. Точная дата, 1935 год. Два парня, одного звали Леопольд, а второго звали Арнольд. Адольф, простите. Ну, видите, там, где препараты, там Арнольд вообще никак без этого. Да, в 30-х годах появилось два известных Адольфа. Один, вот видите, по тестостерону, а другой по Третьему Рейху. Но смысл в том, что эти два парня, они в 39-м синтезировали тест, а в 35-м синтезировали тест, а в 39-м они получили Нобелевскую премию за синтез тестостерона. То есть это синтезированный искусственный тестостерон. История развивалась так. Адольф в 1931 году синтезировал Андростендион. Это, скажем так, предшественник. То есть мужик взял 15 тысяч миллиграмм мочи и из них выделил вот этот Андростендион. Это ни о чем, потому что данный про гормон, он, ну, скажем так, в 70 раз слабее, чем тестостерон. То есть ученые по всему миру проводили уже эксперименты в этом направлении. В частности, в 1934 году был не синтезирован, а был извлечен впервые тестостерон. Было извлечено 10 миллиграмм тестостерона из семенников быков. Подумайте, сколько, как вам кажется, сколько семенников было использовано для того, чтобы извлечь 10 миллиграмм настоящего тестостерона. 1934 год. 100 килограмм. 100 килограмм бедных животных. Даже частей бедных животных. В общем, 10 миллиграмм много это или мало. Но в одной таблетке метана либо 5, либо 10 миллиграмм чаще всего. Ну, то есть это очень маленькое количество и более того, это были в лабораторных условиях, у никого не было доступа к этому. А вот первый тестостерон был уже синтезирован в 1935 году. И, соответственно, мы можем сразу сделать водораздел. То, что было до 1935 года, это все натурально. То есть те атлеты, которые эпохи Жени Сандова и Гакеншмидта, это 100% натуралы, потому что до 1935 года не существовало никакого тестостерона в принципе. А то, что существовало, это был обман. А вот после 1935 года начинается интересная история. Смотрите, 1935 год у нас первый тестостерон синтезирован, а 1958 год у нас синтезирован первый анаболический стероид. И у нас получается вот эта вот серая зона, она полностью покрывает серебряную эпоху бодибилдинга. Стив Ривз, Джон Гремек и так далее. И возникает вопрос, они использовали, не использовали. Что происходило после 1935 года? А происходило очень много интересного. Оказывается, в 1936 году был синтезирован метилтестостерон. Это оральная форма тестостерона. Препарат продается до сих пор. И, то есть, видите, у нас как бы и инъекционная форма теста существовала, и оральная форма тестостерона уже существовала. Но обе эти модификации, они были поганы. Почему? Потому что они удобные и с большим количеством побочек. И потому что люди про них в принципе не знали. Это была такая очень нишевая лабораторная история. Потому что, смотрите, современный тестостерон – это основа курса. Ну, как бы на курсах используют инъекционные препараты и оральные препараты. И среди инъекционных чаще всего в обязательном порядке ставят тестостерон. Это важная составляющая любого курса. Но тот тестостерон, который был в 1935 году, это совершенно не то, что сейчас. Почему? Потому что сейчас эфиры существуют. То есть, сейчас модифицировали молекулу таким образом, привязали к ней эфир, чтобы она постепенно, медленно работала, высвобождалась. Потому что без модификации тестостерон очень быстро деактивировался. То, о чем мы говорили. Так вот, все вот эти пропианаты, нонтаты – это все попытка медленно, последовательно высвобождать действующее вещество. Так вот, в 1935 году этого не существовало. Соответственно, был тест, но он так себе был. Очень быстро пролетал и плохо работал. А сметил тестостероном еще хуже. Потому что, да, как бы есть оральная форма таблетки. И, когда ее придумывали, хотели убрать такой негативный эффект, как устранение, как деактивация печенью. Да, то есть, помните, я вам говорил, что когда тестостерон попадает в систему, он попадает в кровь и деактивируется печенью. И ученые подумали, а что, если мы там немножко подкрутим молекулу, ну, чтобы печень не деактивировала. Сказано, сделано. У них получилось, и этот вот метилтестостерон действительно печень как бы не деактивировала. Но за все надо платить в этом жестоком, несправедливом мире. За то, что печень не деактивировала этот тестостерон, в качестве платы печень сама разрушается. То есть, это очень токсичный препарат для печени. То есть, препарат, который с огромной андрогенной составляющей. Препарат, который приводит к гинекомастии, к росту волос, вторичных половых признаков, голос ломается, у женщин верилизация. Анаболическая составляющая очень маленькая, при всем при этом еще печень нафиг просто разрушается. И сейчас никто никогда не рекомендует использовать метилтестостерон, потому что оно того не стоит. Анаболический эффект очень слабый. Но вот мы видим, что в датах, 35-36 год, уже существуют инъекционные и оральные очень мощные андрогенные препараты, которые как бы можно использовать. И что самое интересное, я видел рекламу этих препаратов в культуристических журналах и просто в газетах. Тогда люди еще не совсем понимали, что это и как это. Но, тем не менее, препараты такого плана после 35-го года уже появлялись на рынке, и кто-то из культуристов мог их использовать. Возникает вопрос, что там по немцам? Потому что мы знаем, что 3-й рейх как раз пик там был 30-е года, и начало войны, и у них очень мощная фармацевтика была. Есть байки о том, что немцам давали анаболические стероиды, поэтому они такие были упертые и несгибаемые. Скорее всего, это ложь, потому что у нас нет ни одного препарата, никаких фотографий, никаких документов. Но у нас вместо анаболических стероидов или там андрогенных препаратов, у нас есть очень много данных про чистые наркотики, которые давали немцам. Такие вещи, как превентин, например. Это чистый наркотик, он сейчас в списках. Это метамфетамин, то есть очень мощнейший стимулятор. Но тогда было ок положить этот супермощный стимулятор-наркотик в аптечку какого-нибудь солдата 3-го рейха, для того, чтобы он воспользовался этим граалем, энергией, когда она ему понадобится. И я читал много историй, типа там человек стал, ну, человека ранило, и он там 200 километров шагает раненый без еды, без сна, вот глотает этот превентин и шагает и шагает. И, по-видимому, это действительно, ну, реальные истории, и я их читал много, и более того, и существует куча фотографий. То есть это реально... С этим никто не спорит. Немцы активно использовали мощные стимуляторы именно наркотического плана. Но вот по поводу анаболиков, анаболических стероидов, нет никакой информации. По-видимому, они вели какие-то серьезные исследования, но не вышли на какой-то действительно мощный рабочий препарат. В отличие от, допустим, наркотических препаратов, которые вот вовсю использовались в Третьем Рейхе. Поэтому по немцам минус, но вот по поводу других компаний, особенно коммерческих компаний, особенно в США, по поводу этих компаний плюс. Мы видим, что именно в период Второй мировой войны в США происходит такой рассвет бодибилдинга и спорта. Мы видим, что в 40-х, 50-х годах именно тогда расцветает вот этот вот известный масл бич в США. Это не Арнольд Шварценеггер его придумал. Этот масл бич возник из-за войны, из-за того, что огромное количество американцев на западном побережье США ожидали своей транспортировки на войну с Японией, в Юго-Восточную Азию. И поэтому на западном побережье было очень много таких спортивных молодых мужчин, которые качали железо, и для них это было нормой. И именно тогда вот и возник вот тот самый известный масл бич. Если есть на что-то спрос, то обязательно появится и предложение. Если есть спрос на тренировки, на хорошую мышечную фигуру, то обязательно появятся люди, которые будут образами, которые будут иконами бодибилдинга. И, соответственно, появятся компании, которые постараются на этом заработать, продавая какие-нибудь спортивные добавки, питание или стимуляторы. Именно такая ситуация происходит в 40-х годах во время войны в США. То есть в Европе как бы было немножко не до этого, люди выживали. А вот на другой стороне Атлантики, в США, появляется масл бич, появляются иконы бодибилдинга, такие как Стив Ривз и Джон Гримек, которые качают железо на этом масл бич, которыми восхищаются, на которых пытаются быть похожими. Именно тогда постепенно начинает зарождаться бодибилдинг, тогда появляется вот этот вот культ мужественности. Появляются первые карикатуры, первые журналы о том, что там если ты неудачник, плохо выглядишь, иди качайся для того, чтобы там надавать по мордасам своим обидчикам, и все девушки будут с тобой. Я не прикалываюсь, я видел много именно рекламных постеров, на которых вот эксплуатируется вот эта вот идея для того, чтобы получить успешный успех, стать удачливым и счастливым, ты вот иди качайся и все ты это получишь. То есть простые решения для того, чтобы ответить на непростые вопросы. Но, что интересно, в газетах и журналах появляются всякие добавки, всякие препараты с содержанием мужских половых гормонов. Чаще всего там не написано, что это прям тестостерон, просто пишется, что мужской половой гормон. Например, в 1943 году появился в газетах США такой вот рекламный пост о тестилоне, тестилон. И там говорится, что в этой добавке там мужской половой гормон, бла-бла-бла, там используй, все у тебя будет хорошо. И как бы можно было бы сказать, что вот оно доказательство, что в Америке вовсю использовали анаболики, потому что вот прям реклама в газете. Но эта же самая компания в 1945 году была оштрафована FDA. FDA это агентство, которое следит за соблюдением законодательства в сфере фармакологии, в сфере медицины, производства медицинских препаратов и так далее. Так же, как SEC контролирует, что происходит с ценными бумагами, FDA контролирует, что происходит с медициной, с препаратами, которые попадают на американский рынок. Так вот, FDA сказала, что вот этот вот тестилон, что это, ну, что вы обманываете, вводите в заблуждение пользователя. Вы пишете, что у вас там типа мужской половой гормон, а концентрация половых гормонов такая маленькая, что она ни на что влиять не может. Соответственно, ну, это рекламный обман. Их оштрафовали, их наказали. И вот мы видим, что там через несколько лет, там, 47-48 год, эта же самая компания выпускает этот же самый препарат, но уже убирают информацию о том, что в нем есть какой-то мужской половой гормон. Они пишут о том, что у нас там чисто витаминки. Витаминки тоже хороший препарат, правда, без мужского гормона, но витаминки очень классные, покупай. Тема интересная, потому что даже сейчас регулирование рынка медицинских препаратов и БАДов грандиозно отличается в США. То есть медицинские препараты – это прям очень серьезное регулирование, а если вы выпускаете какой-то БАД, соответственно, там почти полное отсутствие регулирования. Поэтому с точки зрения безопасности и обмана лучше выпускать БАДы, да, потому что у вас меньше шансов, что вас за что-то привлекут. Там можно что хочешь городить, там у нас витаминки, там вечная жизнь, там вы будете, ну, короче, все будет хорошо, покупай вот наш волшебный препарат. Но смысл в чем? Это иллюстрация того, что таких препаратов появлялось достаточно много на рынке в 40-х годах в США, но большинство из них были фейковые и нихрена не рабочие. Поэтому мы не можем сказать, что атлеты массово использовали там тестостерон или какие-то похожие препараты-аналоги. Их просто не было, а то, что было, чаще всего было обманом. Однако где-то через 20 лет, это были, наверное, 50-е, 60-е, в общем, в одном из журналов культуристических, там, за 60-е годы было интервью одного бодибилдера, который был ровесником Джона Гримека, ну, и вот всех тех историй, которые проходили в 40-х годах. И он давал откровенное интервью, и я читал, что он, он говорит, что Джон Гримек в 43-м году уже колол себе тестостерон. То есть он экспериментировал с тестостероном в 43-м году. Технически это возможно, потому что тест существовал с 35-го года. Скорее всего, это был какой-то тест, ну, быстро разрушающийся, но, тем не менее, такие препараты существовали, и некоторые атлеты топ-уровня типа Джона Гримека и Стива Ривза, они с ними могли экспериментировать. И есть ряд, ну, то есть, если препарат был, и есть какие-то люди, которые говорят, что вот я был рядом, когда этот чувак использовал, то, скорее всего, так оно было. Так оно и было. Я не уверен, что это дало очень значительные приросты, но, тем не менее, я уже не могу сказать, что атлеты серебряной эпохи были такие вот прям все чистые натуралы, там, ни капли в рот. То есть однозначно что-то где-то у кого-то, скорее всего, у топовых атлетов, скорее всего, это не давало какие-то очень значительные приросты, но, тем не менее, такого плана эксперименты имели место быть. Нужно учитывать, что в то время отношение к тестостерону было совершенно не таким, как сейчас. Я уже не говорю про анаболические стероиды, их тогда в принципе не существовало. Но к тестостерону тогда относились не как к какому-то волшебному препарату, который там сделает из вас супермена. Чаще всего к тестостерону относились как к какому-то медицинскому препарату, который, если там у вас какие-то проблемы, если вы старичок, там, если у вас плохо с потенцией, то есть он даст вам какой-то там, какой-то стимулирующий эффект. В частности, в 1945 году вышла очень известная нашумевшая книга, которая называлась The Male Hormone, мужской гормон, и она, по сути, описывает тестостерон. Это огромная книга. И чем интересна эта книга? Тем, что там нет акцента на спортивном использовании. Там буквально в самом конце есть буквально один абзац о том, что, может быть, в будущем это будут использовать именно в спортивных целях. Но вся эта книга, она описывает ситуации медицинского использования. То есть, когда в связи с старостью, когда там в связи с какими-то болезнями человек плохо восстанавливается, либо у него большой возраст, он там еле ходит, и типа использование вот мужского гормона может ему помочь восстановиться. То есть, понимаете, что происходит в голове у людей того времени? То есть, они не воспринимают, что ага, тестостерон, это значит, ты такой самец, это значит, ты такой здоровый бабуин, и все на тебя смотрят, и ты такой, ох. Нет, они это воспринимают, что этот препарат для ущербных, там, стареньких, которые вот уже на своем не справляются, это вот чтобы помочь больным. То есть, совершенно другое восприятие препарата, и, соответственно, поэтому мало кто стремился достать этот препарат для того, чтобы накачать очень большие мышцы. Да, были ребята типа Джона Гремека, которые там по ходу, так же как качки в любые времена, они готовы вколоть себя все, что угодно, в надежде получить там лишние полсантиметра на бицепсе. Фанаты были тогда, и они экспериментировали со всем, что видят, но их было, видимо, очень мало, и тогда не было очевидно, что вот этот вот препарат, тестостерон, хорошо работает. Наоборот, говорили, что это для старичков и импотентов, поэтому мало кто к этому стремился. Итак, серебряная эпоха бодибилдинга была именно такая. То есть, кто-то, видимо, использовал, но в маленьком количестве и не все было понятно. Ситуация у нас поменялась в 1958 году, когда компания Сиба американская произвела первый анаболический стероид, дианабол, он же метандростенолон по-нашему. Как это произошло? Это очень интересная история, потому что она связана с Советским Союзом. Дело в том, что в 1954 году произошел чемпионат мира по тяжелой атлетике то ли в Вене, то ли в Мюнхене. Но смысл в том, что на этом чемпионате мира по тяжелой атлетике Советский Союз в командном зачете выиграл. Выиграл очень значительно. И американцы были удивлены. И, в частности, у американцев был главный врач сборной, которого звали Джон Зиглер. Джон Зиглер, он обратил внимание, что советские тяжелоатлеты были такие очень мужественные, скажем так. У них были густо покрыты волосами темными и были такими мышечными, здоровыми такими. И он не понимал, что происходит, почему советские тяжелоатлеты существенно мощнее, больше и сильнее, чем все остальные. И он, для того, чтобы узнать эту сокровенную тайну, даже решился побухать с врачом Советской Сборной. И вот они там за стаканчиком чего-то крепкого обсуждали тренировки, обсуждали то, что используют. И в процессе обсуждения врач Советской Сборной, предатель, признался, что дают тестостерон советским атлетам. Что советские атлеты используют тестостерон. Это само по себе интересно, потому что, да, мы знаем, что тестостерон существует с 1935 года, но никаких там мощных препаратов и эфиров еще тогда, во всяком случае, я не нашел этой информации. То есть, скорее всего, советским атлетам, если давали, то давали, ну, вот тот самый плохой тестостерон, который был еще с 1935 года. С огромным количеством побочек, там, с огромной андрогенной составляющей. Но как бы там ни было, он, безусловно, ну, это мощный допинг, как ни крути, он дает стимулирующий эффект. Короче, Джону Зиглеру стало понятно, что Америка проигрывает из-за того, что у Советов есть тестостерон. И если мы хотим соревноваться с Советским Союзом, нам нужно тоже какой-то препарат на основе тестостерона, чтобы наши атлеты не отставали от советских. Это же политический вопрос. И вот Джон Зиглеру возвращается в США и начинает экспериментировать сначала с тестостероном. Он сначала просто начал давать тот тестостерон, который был синтезирован в 1935 году. И увидел очень много побочек, и атлеты были недовольны. Они говорили, что плохо себя чувствуют, что у них начинается, ну, то есть секса очень много хочется, а в плане прироста силы очень плохо. Какие-то странные ощущения, волосы гуще растут. Ну, то есть начали собираться по бочке именно от андрогенной составляющей. И мы знаем, что ряд серьезных атлетов, ну, и тот же самый типа Гремек, с ним экспериментировали. И он очень легко согласился. Почему он очень легко согласился? Потому что мы знаем, что уже в 43-м году он уже сам экспериментировал. Логично, что типа для него это не было чем-то новым. Но смысл в том, что в целом результативность была так себе. И тогда Зиглер решает придумать какой-то модифицированный новый препарат. И он заключает контракт с фармацевтической компанией СИБА. И в 1958 году появляется Дианабол. Он же метандростенолон, он же Нерабол. Ну, это все торговые бренды в зависимости от стороны производителя. И вот в 1958 году появляется этот волшебный препарат. Розовые таблеточки. И Джон Зиглер идет к Бобу Хоффману. Кто такой Боб Хоффман? Это, ну, вот все знают Джо Вейдера. Так вот, Джо Вейдер был никто в те времена. А Боб Хоффман это был как два Джо Вейдера. То есть это самый известный промоутер силовых видов спорта. Именно тяжелой атлетики. Вообще все, что связано с поднятием тяжести, штанг. Это бизнесмен, промоутер. Он основатель ряда журналов известных. Там Strength and Health и Mascular Development. То есть это вот он создал. Причем Strength and Health это существовало еще в те времена. А Mascular Development он создал, по-моему, в 1968 году. Когда стало понятно, что спрос на бодибилдинг превышает спрос на тяжелую атлетику. Не суть. Главное, что это самый известный, самый популярный промоутер в мире бодибилдинга, который, например, знает лично президента Никсона. То есть это очень известный такой весомый персонаж. И у него есть своя база подготовки тяжелоатлетов. И на этой базе подготавливаются тяжелоатлеты сборной США по тяжелоатлетике. И вот Зиглер приносит этому Хоффману вот эти волшебные таблеточки. И Хоффман начинает давать эти таблеточки своим подопечным. И тут тоже начинаются интересные моменты. Потому что это было скрыто. Всем не говорили про это, а давали типа своим пацанам. Это началось с 1959 года. Он давал своим атлетам эти таблеточки. И запрещал делиться с этой информацией с другими атлетами. А нужно понимать, что Зиглер, Хоффман, он монетизировал силовые виды спорта. То есть он продавал свой собственный протеин. Там хай протеин у него был. Соевый. Говнище редкостное, но деньги хорошие приносило. И у него были свои издания. Он продавал журналы. Поэтому когда Хоффман принес препарат, ему было очень легко посадить своих атлетов на этот препарат. Потому что он их уже посадил на свои протеины. То есть эти атлеты, ну, атлетам лишь бы росло. А тут им приносят такая секретная штука. Расти будешь как дурак вообще. Здоровее всех будешь. Короче, они, естественно, на это все дело подсели. И потом оказалось, что в течение нескольких лет вот эти атлеты школы Хоффмана, они начали всех вокруг рвать. Ну, естественно, представьте. Все вокруг натурально тренируются, выступают. А эти чуваки сидят на анаболических стероидах. Причем там информация шла, что они здорово преувеличивали дозы. То, что им там прописывали, они там в 10 раз больше ели. У них потом начались проблемы с печенью, с гинекомастией. Все на свете у них полезло. И, кстати, Зиглер через 20 лет примерно как Оппенгеймер. Оппенгеймер потом жалел, что он создал атомную бомбу. Так и Зиглер жалел, что он создал анаболический стероид. Потому что он увидел настолько массовое использование во всех видах спорта. И он увидел массовые побочки и очень сильно разочаровался. То есть он считал, что он принес вред спорту в связи с созданием анаболического стероида. Так же, как Оппенгеймер считал, что он создал вред в связи с созданием атомной бомбы. Но вот этот вот период 60-х, начало 60-х, это интересный период, когда маленькая часть атлетов имеют доступ к супермощному препарату анаболического стероида. Все остальные не имеют доступа к нему. Вначале Хоффман пытался там напарить свою особую волшебную методику. Методика называлась изометрия. Ну, то есть у него был там изометрический тренинг, ну, статика, статика. Типа ты поднял штангу и держишь статическое напряжение. Ну и типа, вот у меня классная методика. А какое доказательство, что моя методика классная? Вот посмотрите на моих атлетов, смотрите, какие они мощные. Почему? Потому что они делают мою методику, мою статику. А есть же нюансик про анаболические стероиды. Про анаболические стероиды мы не говорим, мы говорим про методику. Ну, то есть, вот была вот эта вот история там с его методикой, поэтому он просил там замалчивать. Но замалчивать же долго не получится. Что бы там ни было, знаете, как говорится, можно обманывать одного человека долго. Либо всех можно обманывать. Ну, всех обманывать очень на какое-то короткое время. А и то, и другое. Всех обманывать долго не получится. Оно всплывет. И вот оно всплыло. И постепенно информация пошла о каких-то волшебных розовых таблетках, которые Хоффман дает своим подопечным. И, естественно, атлеты пытались достать эти таблетки. И сначала это была такая нишевая история. Один другому, ты только никому не говори. Это очень интересно, потому что я читал биографии, в частности, биографию Венделе, неофициально Арнольда Шварценеггера. И там, например, затрагивался вопрос анаборических стероидов. Использовал вначале Арнольд или не использовал? А Арнольд попал в тренажерный зал условно в 13 лет. Что такое 13 лет? Это 1960 год. То есть это как раз вот только-только появились вот эти вот розовые волшебные таблетки Дианабола. Кстати, они в Европе продавались как нейробол. Они только-только появились и про это знали просто вот очень узкий круг атлетов. И была информация, что тренер Арнольда Шварценеггера вот в этой книге, он узнал про анаборические стероиды от Стива Ривса. А Стив Ривс, соответственно, он уже был как бы из песочницы американской. Он был в доступе к Хоффману, вот к вот этой вот олимпийской сборной и, соответственно, к вот этому Дианаболу. И в неофициальной биографии Венделей описывается, что тренировка Арнольда Шварценеггера, она изначально с 13 лет содержала, ну, как предтреник он использовал большие дозировки анаборических стероидов, ну, нерабола, того же самого Дианабола. Там пишется, я как сейчас помню, там написано, что Арнольд, когда приходил на тренировку, он всех удивлял огромными дозами анаборических стероидов, которые он использовал. То есть он брал горсть метана, нерабола, засыпал в себя горсть этого метана и запивал это все там пол-литра молока. Потом говорил, ух, я готов к тренировке и шел тренироваться. И это чуть ли там не с 13 лет так продолжалось. Технически по срокам это совпадает, потому что Арнольд 47 года, в 60 году ему было 13 лет, это как раз тот период, когда он попал в зал. На тот момент препарат уже существует 2 года и более того уже год, как он начинает использоваться вот среди своих, да, среди своих. И если твой тренер имеет доступ к вот этим своим, да, а там писалось, что он был знаком с Стивом Ривзом, и типа Стив Ривз именно его научил использовать все это дело. Вот то есть Арнольд попал, скажем так, в первую волну. Он попал молодым именно в тот период, когда самый первый мощный анаболический стероид только появился, грубо говоря, в системе на рынке. И он был именно одним из тех, кто начал его с молодого возраста использовать. Ну и мы видим результативность. То есть если мы посмотрим, как выглядели атлеты серебряной эпохи бодибилдинга до 1958 года, это одна история. Все эти Стивы Ривз, Джона Гремеки и так далее. А если мы посмотрим, что происходит в 60-х, в 70-х, когда появляется, допустим, Серджио Олива, да, парень, который был первым, мистер Олимпия, из которого Арнольд Шварценеггер проиграл первый раз, когда приехал в США. То есть вы видите, какая разница. То есть как только появились анаболические стероиды, форма поменялась настолько, так грандиозно, что уже атлеты предыдущей итерации, они просто никак не взлетали. То есть атлет, который выглядит как Стив Ривз, он никак не может конкурировать с атлетом, который выглядит как Серджио Олива или Арнольд Шварценеггер. И вот у нас начинается золотая эра бодибилдинга, когда все вовсю используют анаболические стероиды, и чем больше проходит времени, тем больше анаболических стероидов они используют. Поэтому вам нужно сейчас запомнить две цифры. Первая цифра 1958 год, когда был придуман первый анаболический стероид, и после которого прям все расцвело. Бодибилдинг стал превращаться в то, что мы примерно привыкли видеть сейчас. А вторая цифра 1935 год, когда был синтезирован первый тестостерон. Вот эта вот серая зона с 1935 по 1958, там кто-то что-то использовал, и мы не можем сейчас точно сказать, что там все были в натуражку. Скорее всего, кто-то что-то использовал, но это было не системно, это было неэффективно, и не идет ни в какое сравнение с тем, что мы имеем сейчас. Но! Слов из песни не выкинешь, скорее всего, кто-то из профессионалов использовал. Вот такая вот сегодня история. Я решил пролить свет на эту щекотливую и для кого-то, может быть, даже неприятную тему. Надеюсь, вам было интересно. Следующий сюжет. О чем он у нас будет? Я вам обещал про Эндрю Тейта. Ну, этот, скажем так, это сюжет про катастрофу современной цивилизации и про катастрофу мужественности на самом деле. Это очень глубокий социальный сюжет. Я вообще планировал такие сюжеты запускать после 100 тысяч подписчиков на этом канале, но если вы хотите, то можем запулить и раньше. В общем, дайте мне знать, что вы думаете по этому поводу. Если Эндрю Тейт, так будет Эндрю Тейт. Я вам хочу напомнить, что у меня есть мой Телеграм-канал, где я выкладываю текстовые версии статей, а также там есть две бесплатные программы тренировок. Одна для тела, FullBody90, а другая для мозга, Neuromax90. Обе программы бесплатные и рассчитаны на 90 дней применения. Если вы не знали, как начать, то, пожалуйста, ссылки там вот внизу в описании. Теперь вы будете знать, как это делать. Но у меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха. И да пребудет с вами сила, друзья!